Пресс-центр Данай, Кристель Ниан. А вопрос касается выдачи паспортов ДНР гражданам иностранных государств? Как известно, те добровольцы, которые служат в силовых структурах или в армии ДНР, получили возможность подать заявление на гражданство и паспорт ДНР. Но также очень много иностранных волонтеров в гражданских сферах, например, работают в госпиталях, занимаются информационной войной или гуманитарной помощью. И хотелось бы узнать, возможно ли будет введение какого-либо закона для получения гражданства и паспортов для этой категории иностранных граждан? И если да, то какие будут временные рамки и процедура получения? Спасибо. Ну, во-первых, мне очень понравилась ваша форма одежды, в связи с тем, что вы все иностранные генералисты. Мне очень приятно видеть вас в военной форме и вас, как переводчика, практически приятно видеть в темняшке. Потому что на самом деле это не темняшка, поэтому сейчас сделаю два подарка, каждому подарю по темняшке. Говорились? Спасибо, Владимир. Пожалуйста. Я обещаю, что вы, как журналист, который обратились, получите паспорт, наверное, первое. Спасибо. Ваши вопросы. Сейчас разрабатывается положение, в котором будут именно четко определены все условия получения временной рамки и для иностранных граждан. Хочу заметить, что вообще Россия – это русский мир, и мы, практически, одна из частей этого русского мира, многонациональны. Поэтому мы не делаем там какие-то нации приоритетные перед другими, поэтому мы можем получить все. Основная задача показать для нас, для жителей Донбасса, свою значимость и свою полезность. Это самый главный критерий. Всем остальным мы рады, а тем более тем людям, которые воюют на нашей земле, в сооруженных руках, защищают наши идеалы, нашу свободу. Это братья по оружию, братья по крови, и я считаю, что они должны быть в третьем ДНР, если захотят туда вступить. Спасибо. Пожалуйста, это вам личный подарок. Нечем понравилось вашу форму. Спасибо. Обращайтесь по поводу пафта. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.